здравствуйте мои дорогие друзья сегодня мы с вами будем выбрасывать пустые баночки ну собралась их не очень много но я думаю что надо о них поговорить и выбросить их чего мы тут начнем а начнем наверное вот с этого чистящий порошок вот такой вот я иногда покупаю потому что мне он больше нравится как ему чистить раковину почему-то она у меня как-то лучше очищается то ли такой то ли там еще другой какой то ну в общем какой бывает подешевле тот я и беру а потом я еще его использую в унитаз бывает вот так вот засыпаю потому что вот эти вот все средства которые жидкие что я покупаю фаберлик или в острове чистоты написано так красиво так вкусно написано ароматно но я кроме как того того средства которое с хлоркой никаких ароматов прямо не не слышу вот полил почистил да ну чисто а потом как то вот хочется вот прямо туда в воду насыпать порошочку чтобы там как то вот это вот очищалась ну вот так вот вот так вот я делаю девочки вот так же выбрасываю вот от фаберлик тоже вот такое вот средство я люблю вот эти вот ароматы я люблю жечь палочки я люблю включать свечи мне нравится когда вот есть какой-то аромат хотя вот и говорят что вроде бы и вот эти вот ароматы от палочек и от от свечей там даже это немножко как бы вредно но я не жгу с утра до вечера так вот немножечко иногда вот хочется на кухне чем-то заниматься и чтоб это было вкусно перебивала допустим даже запах лука и вот такая вот серия есть здесь это кондиционер для белья и я заказала восточный все перед новым годом хотела вот такого вот гномика заказать его не было там именно такого вот но потом не то не подарила самодельного сама сделала и подарила я уже решила что зачем мне тут заказывать написано восточный значит он должен был такой какой-то быть сладкий такой вот может даже немного и навязчивый нет нет мне не хватило аромата но не хватило и все и вливала очень много вроде когда полощешь когда повешала это белье сейчас ведь на улицу не выносишь его это летом но летом солнышко когда пригреет он аромат это это вообще пустое это вообще пустое потому что когда солнцем это сушит белье этот аромат выветривается поэтому это просто выброшенные деньги вот и а вот в ванне это какое-то время немножечко такой вот ароматы он идет но если вы положите на батарею а бывает хочется чтобы быстрее высохла и кладешь на батарею все тепло все ароматы убивает поэтому ну вот я купила да вот иногда вот все равно вот думаю но не буду я это заказано не буду я выбрасывать деньги нет все же я закажу но пока белье висит она как будто вроде бы и пахнет в ванной немножко вот а потом а потом и запаха нет один кондиционер который я просто обожала это кондиционер е е зеленый но его почему-то не стало вот то что хорошее никогда не становится вот выбрасываю осветлитель вот этот вот девочки сейчас вообще в фаберлике красок не стало и я покупаю краски на рынке тому девочки ну надо чем-то красить корни чтобы не светились там белые отросшие они уже тут седые вот а что это тут такое еще что-то там еще я вроде выбрасывала а это остались бумажка и два пакетика осветляющая пудра осветляющая пудра а я уже собралась выбросить слушайте я чего-то думала и половинка этой самой значит я не буду выбрасывать это будет совсем белые волосы совсем белые волосы я когда-то его покупала но не для белых волос а просто я заказывала с фаберлик заказывала вот такой вот написано было бежевый блонд по моему там светлейший темнейший и я заказала как-то не было такого как мне надо было я заказала темнейший и наверное я в то время заказала вот этот вот осветляющий чтобы его разбавить и забыла и вот сейчас я посмотрела а думала что у меня там уже нет и хотела выбросить хорошо что я сюда глянула они просто так вам показала да 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 здесь масло алмы маринги пусть тогда еще стоит мало ли что будет но не может же быть что этот самый краски все пропали в фаберлик я думаю что они как раз были и ценой хорошей и я думаю что я к ним может быть еще вернусь так что я ищу вот у меня тут целая целая гора но не гора конечно а три штуки помадки девочки две еще от эйвен и ну я не знаю сколько ему жилет лет уже много и все мне было жалко жалко а тут я делала уборку и думаю ай ну что я буду уже там вымазывать кто-то вымазывает спичечкой я такого не могу номер не скажу да и что говорить когда это уже был это прочь прошлый век можно сказать и вот такой вот еще немножко осталось но я тоже и не пользуюсь и я думаю что за столько лет они уже там и срок годности уже совсем одна помадка от фаберлик нравились мне вот эти вот помады в таких тюбиках я находила себе свой любимый цвет что тут за цвет я выбросила потому что выбросила давно так я уже не помню девочки что цвет такой какой-то розовый розовый непонятный мало перламутра решила посмотрела по руке помазала решила надо его выбросить все равно я не буду что мне чего-то сегодня в другую сторону куда-то куда-то отворачивается в другую сторону но все равно я пользоваться не буду поэтому зачем мне она надо так же я как вам уже всегда показывала выбрасываю бутылек вот такой вот от моих любимых лаков попробовала тут этот раз купить такой вот ну прямо клюнула вот смотрю ну такой красивый цвет ну ой и бутылочка красивая все я его хочу сразу не купила через неделю пошла говорю вот я видела я этого очень хочу они мне ее нашли даже подешевле но принесла домой вроде бутылочки такой красивый цвет такой перламутр шикарнейший люблю перламутровые ногти вот на самом деле раз покрасишь вообще ничего нет жидкий какой-то второй раз покрасишь но еще вроде немножечко видно третий раз тогда только перламутр но когда много слоев намазываешь она быстро этот быстро лак этот отваливается он как-то быстро быстро по конечкам а этот держится замечательно два слоя сделаешь мне там наша белорусска тоже блогер света советовала взять на валберис их 6 бутылочек сначала я посмотрела там было где-то по 12 12 рублей по моему 11 с копейками я не заказала сейчас уже 12 80 это то же самое что купить на рынке но я подумала подумала зачем мне этих шесть бутылок там ведь все равно нет один цвет тот который мне очень нравится ну 2 более-менее тоже если нету того вот троечки розового такого хорошего есть бледненько розовенький остальные там что-то сиреневатым оттенком с бежеватым оттенком и я подумала зачем скупой дважды платит правда так я пошла на рынок купила себе один тон который мне нужен и все заплатила этих 2 рубля 2 50 и все а так я заплачу в принципе там его немножечко меньше аэра подешевле на пару копеек и у меня будет много лаков которые будут долго стоять и может быть тоже сохнуть поэтому я так я и не заказала буду пользоваться с рынка по одной штучки брасматик выбрасываю как всегда только такой моя любимая тушь от фаверлик люблю ее заканчивается опять только ищу ее и тогда когда она со скидкой пять с копейками это вот любимая моя кисточка любимая тушь вот тоже вот тюбик уходит мусорку что еще у меня тут любимая любимая еще уходит в мусорку вот такая вот баночка это блом крем плюс 55 больше нету я бы заказала конечно постарше но его нет я даже заказывала наоборот помоложе кремик плюс 45 мне понравился его аромат ну и баночка понравилась сейчас уже в баночках нету только в тюбиках но в принципе в баночке конечно красивей ну красивей но нравится мне в баночке просто нечего хранить в них но в тюбике зато это как-то более как это сказать вот он туда сюда палец все время лазит значит туда и микробы попадают просто мы их конечно не видим это надо под мискроскопом где-то что-то там как-то рассматривать зато в тюбике там немножко выдавил столько сколько тебе надо положил на руку растер и нанес на лицо и либо прямо с тюбика микробы уже только остаются только там где наша рука крем мне очень нравится мне нравится что он такой плотненький о другом креме вот о таком это я девочки заказала на валдерис ну вот смотрю в этих самых у подписчиков у того кто выкладывает там видео смотрю тоже думаю хочу какую-нибудь красивую баночку ну ну и нашла вот такую вот не знаю что там написано смотрю красивая такая черненькая блестященькая ах какая красота заказала получила баночка очень нравится открыла кремик такой вроде бы так вот баночка почти полная красивенький но он такой жидкий он такой жидкий но не люблю жидкие крема короче я использовала его сначала как ночной потом уже начала пользоваться на руки и в итоге я ну запах есть запах в нем есть даже мой нос чувствует который очень плохо стал чувствовать после болезни все эти запахи мне нравится что он жидкий вот такой какой то вот прямо водянистый но баночка красивая конечно баночка очень красиво и тяжелая девочки такая тяжелая как будто тут кирпич вот такой вот тюбик у меня уже пришел в негодность он был полный их есть эти крема и кремики крема кремы лучше буду говорить кремики чтобы меня не повторяли не поправляли как я сделала неправильно ударение с пантенолом для рук и второй тюбик такой я не знаю чем он там потому что для ног я не заказывала но этот крем вот из всех из всех кремиков которые я пользовала для рук я покупала тоже по запаху выбирала я всегда выбираю по запаху я выбирала апельсиновый там какой то такой вот но я не слышала этого апельсина поэтому я выбрала с пантенолом пантенол это такая вещь очень хорошая очень нужная и крем не жидкий и не густой впитывается в одну секунду в одну секунду впитывается руки не липкие не жирные ничего очень нравится очень я думаю что следующий раз я обязательно вот этот крем опять повторю прекрасный крем выбрасываю тюбик от зимнего крема это крем еще в прошлом году я заказывала сейчас я заказала было тоже такой же зиму зимний но у нас зима закончилась уже поэтому у меня есть новый тюбик и будет буду пользоваться следующей зимой нормальный крем нормальный так вот уже хвалить что это самое вроде бы он не жирный он плотный так вот но лицо все равно замерзала все равно если был мороз я ходила куда-то в магазин лицо замерзала все равно так уходит у меня в мусорку вот это вот вещь моей любви просто не высказать обожаю вот эту чистую линию и вот этот вот скраб самый лучший чтобы я не пробовала потому что в магазинах его у нас уже нету и очень давно нету хорошо мне подсказали мои подписчики что он есть на вал берез я там его нашла заказала самый любимый скраб я люблю что если я почистила лицо значит я почувствовала что я почистил а не то что я там нанесла размазюкала смыла вот это вот крем этот и никакого эффекта вот сейчас надо мне обязательно такую вещь заказать замечательный скраб я им давно давно пользуюсь давно нам нашла его и очень-очень довольна с косточками с этим и такой вот он насыщенный вот этих косточек там перемеленных их много там берешь так уже чувствуешь что чистишь лицо выбрасываю эльцеф для волос масло экстраординарное шесть масел но я навряд ли тут увижу какие тут масла тут с этой стороны это тем более ничего ничего не видно тут разве можно что-то тут прочесть придя в магазин и взять прочесть тут что-то это навряд ли но я как-то раньше такое покупала она не дешевая мне просто она досталась со скидкой я пришла была акция на эту серию я его купила но вот мне нравится нравится хорошее масло я думаю что если я какое-то другое вот мне еще нравится как же она называется там вообще больше там сто граммов сто миллилитров здесь только пятьдесят а как же она называется который я все время покупала девочки не помню если куплю вам потом расскажу ну вот закончилась закончилась будем думать будем думать где что взять и и последнее выбрасываю вот этот вот дэзик он есть разный зеленый смысле крышечка зеленая синяя розовая и по-моему бежевая здесь что тут за аромат я уже не помню по-моему что-то что-то травяное что-то мятное не на русском не на русском антиперспирант 48 часов защиты не вижу я не вижу вот брала такое более чтобы было что-то холодненькое но вы знаете мне он не очень понравился хоть я не работаю на шахте я не потею так чтобы с меня пот лился но хочется допустим утром если не принимаешь там душ не моешься просто вымыть подмышками и нанести этот дэзик чтобы в течение дня как бы то было сухо там совершенно мне не нравится запах так себе ну и качество его тоже так себе конечно если вот так вот руку поднимешь вот так вот поднял понюхаешь услышишь вот этот вот вот этот вот запах и в течение дня и ну сам по себе он мне не очень нравится какой мне нравится я вам показывала которые я купила заказала и покажу когда он уже закончится вот и все мои дорогие больше у меня нету мусора сейчас это все уйдет у меня в пакетик в пакетик и завтра придет машинка мусорная и все это уплывет конечно сейчас уже говорят надо все это по разным пакетам сдавать в разные места но у нас и даже были позапрошлом наверное году или еще раньше говорили надо ехать туда на базу получать ящики для отдельно для мусора вот кто у кого есть на улице у нас машина они конечно съездили привезли себе не знаю по одному или по два ящика а у кого машины нет тот конечно не ездил и развозить они сказали что они ящики развозить не будут вот ну а как я на себе его потащу что ли он же такой вот здоровый здоровенный такой ящик вот у соседа есть они там когда это самое мусор надо сдавать он это удобно это конечно удобно что бросили туда пакет но пакет все равно надо вы же собираете мусор в пакет вот маленькие пакетики собираются в большой пакетик и потом туда потому что оттуда там тоже эти которые едут на машине они не будут копаться в этом ящике и вот эти маленькие пакеты по одной штучке бросать в машину все равно нужен большой пакет потом кладется в этот ящик и потом вытаскивают вот и у нас на нашей улице только у двоих вот я когда выношу мусор я смотрю стоит там еще или уже машина проехала и все уже убрали и не стоит вытаскивать на улицу и вижу что у нас на улице только у двух человек вот эти вот ящики есть потому что у остальных нет машин они не они не ездили а я база это где-то далеко я даже не знаю где эта база ну вот и я говорю привезли я бы его поставила здесь за забором и собирала было очень удобно с одной стороны это удобно удобно тем что вороны не разрывают потому что иногда вот когда они хотят есть они тут налетают дерево там у соседей дерево там у соседей они там проживают и налетают разрывают эти мешки вытаскивают попробуй только не досмотри вот ну последнее время машина стала приезжать рано вот к семи часам надо уже выставить мусор и его уже где-то до десяти часов заберут поэтому еще в это время как-то темновато и птицы не летают вот не знаю как там будет летом а так надо и караулить иногда не успеешь поставить ушел через полчаса смотришь а уже проклевали этот мешок и уже бумажки по улице летают и надо идти собирать ну что-то я разошлась и уже совсем не по той теме с вами разговариваю все мои хорошие пишите комментарии подписывайтесь на мой канал ставьте лайки вам не трудно мне приятно вижу что вы смотрите вот да и поддержка моему каналу спасибо все пока на сегодня все спасибо спасибо спасибо